Музыка Как вас зовут? Эля Эля, скажите, чем вы занимаетесь, какую пользу вы приносите обществу, что вы делаете? В чем вы умничка, молодец? Что вы говорили? Только к Эле Вообще во всем вы разнорабочий? Да Да Вы менеджер группы музыкальной Вы менеджер группы музыкальной Какой музыкальной группы вы менеджер? Группа Ненорма Самая известная Начинающая, но я стараюсь сделать так, чтобы они были известны Замечательно, Ненорма, музыкальная группа Мальчики, девочки, кто там поет? Давайте прорекламируем эту группу Ненорма, там мальчики Три мальчика Вокал, гитара, барабаны Именно А тот, который вокал, он тоже на гитаре? Нет, он просто на вокале То есть всего одна гитара Бас Гитара в одном лице То есть они поют вдвоем Ударка не поет Ударка не поет, но вокалист у него гитара? Нет Нет, просто у него Да И все лавры, сука, еще ему Вот это меня всегда Там тип Просто, просто умирает И тип Э-э-э И все такие Да, ты Там рядом У басиста просто два пальца. Он стер два пальца просто. Барабанщик просто скидывает калории. Мы любим тебя. Вот ты, который в центре. Со стойкой. Ну, к играм вопросов нет, да? Игры у него вообще бешеные. Мальчики, мужчины, которые там играют, это мальчики или это мужчины? Вы еще, вы женскую аудиторию как подтягиваете? Это мужчины, это сколько им? 28. Ну, они такие. Когда сказали, мужчина и прыгает, он такой, наверное, такой. Ну, хватит. Итак, Эля. Группа Ненорма. Там какие-то мужики, 28-летние, да? У них, значит, песни про... Вот Егор Крит, он там, соответственно, ты бросила меня. Ну, наверное, я так предполагаю, да? Я правильно понимаю его творчество? Ты ушла, я вот здесь, а ты там. В целом, я думаю, мне дайте пару часов, я там, ну, напишу ему песню. Нет, 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 прекрасная строчка, девочка, я не такой, я не вашу панку пользуюсь. Прекрасная строчка. Строчка, достойная, ну, вот, предплечье, я уверен. Так, и вы хотите, какую цель вы ставите? Что вы им пообещали? Вы зашли, там три мужика, вы такие, вы, Эля, мужики. Через два года, нашествие. Или что вы обещали? Мы обещали олимпийский. Олимпийский. Итак, хорошо. Вы ставите себе хорошие задачи. Это вы молодец, значит. В эпоху пандемии дать олимпийский. То есть вы приходите... Через два года. Вы вакцинированы? А это сейчас... Я вот задаю этот вопрос, и люди, я чувствую, это спрашивает, как будто какой-то интимный вопрос. Типа, а ты как трахаешься? Вот так ты спрашиваешь, типа, а вы вакцинированы? И все такие, а кто, что? Как будто, да, а в чем... Я просто не знаю, меня когда спрашивают, ты вакцинированен? Нет, я говорю, я не вакцинирован. Вот, вы вакцинированы? Все. Бля, руку сломал. Вот. А? Антитела? Не, у меня достаточно. Я недавно ходил, проверялся. Вот, видимо, недавно болел все-таки. И... А, да. Вы хотите, чтобы я на общественность еще более уместный вопрос спросил? Скажите, пожалуйста, а вы покупали вакцину или вам реально вкололи? Я за вакцинацию, если что, имейте в виду. Я еще так, не особо уверенно за вакцинацию. Мечта какая-то, может быть, есть другая личная, Эля? Чего вы хотите? Что сделать? Для себя лично. Если хотите, для молодого человека, мы тоже не против, как и он, послушать. Но не связано с группой. Группа – это работа, это понятно. Может быть, это очень важно. Это как, ну, не только работа и деньги, но и карьера. То есть вы туда и души вкладываете. Ну, что-то еще есть? Я не знаю, что вы так можете сейчас должны понимать, что... Если это занимает почти 90% своей жизни, то это не то, что мы работаем, а скорее всего... Вот тут фу, это не занимает 90% моей жизни. Я здесь на два часа. Я не этот человек, который, говорит, добиваться вершины. Я когда-то... Я вот тот человек, который... Знаете, я был когда-то на вершине. Ну, вот, когда нас начали показывать, мы же были в топе. Я такой, опа, я здесь был. Все, можно идти обратно. Это у меня жена. Иногда говорит, надо идти к успеху. И потом турецкий сериал. Лежа, вот это самое... Дома телевизор. Плазма. Лежит человечек просто. Какой ванной? В душе? То есть у вас мечта такая, чтобы они собрали олимпийский. Может быть, вы уже сразу будете готовы к тому, что вот что дальше? Вот они собирают олимпийский. Что вы? Знаете, что я мечтаю? Это прыгнуть с парашютом. Вот, вот, вот. Ну, молодец. Прыгнуть с парашютом. Да, надо только вы всех предупредить, что вы поехали. Слушайте, ну вот, объективно хочу сказать, что я сам с парашютом не прыгаю, потому что, ну вот, я у кого не спрашивал, честно говоря, а как? Расскажи про свой прыжок с парашютом. Все говорят одно и то же. Говорят, это потрясающе. Это лучшее. Возможно, лучшее, что было в моей жизни. Потом ты спрашиваешь, а сколько раз ты прыгал? Говорят, один. Ну, обычно про роды так говорят, да? Это лучшее, что было в моей жизни. Планируешь еще? Никогда. Не норма. Если вы вот хотите подпевать в душе, вы поете песни? Как вы сказали эта строчка? Девочка, я не такой, я ебашу панки хой. Ну, я, наверное, был бы сильно удивлен, если бы я услышал ее из душа. Я вообще мимо. Ты что, я знаешь, что слушаю? Квин. Я тоже. Мне серьезно. До сих пор слушаю. Я вот так сажусь, и мы едем под альбом Квин, и я такой, я вообще не развиваюсь. Вообще ничего нового не слушаю. Потому что я пробовал слушать современно, я не могу. Я, во-первых, слов не понимаю. Просто думаю, пожалуйста, это по-русски. Я первый раз, когда скриптонита включил, я думал, у меня какой-то, не знаю, отек мозга. Я же не знал, что это стиль. Я не знал, что это стиль такой. Понимаете, когда ты слова, у тебя плывут слова. Я такой думаю, что происходит вообще в целом. Ну, как, может, не выпил что-то не то. А ритм-то ты слышишь, еще все четко. Думаешь, ни хера себе. Не целевая аудитория, ничего не целевая. Ну, опять же, Егор Крид, это мимо. Вот это вот, когда я... Вот это прострадание. Мы все знаем вот это прострадание от женщин. Это же... Я вот помню, расстался с девочкой, думал, как я буду жить без нее. И через две недели я такой, вот так. Поэтому в меня не попадает, да. Я вот... Мы недавно хотели... Была возможность, и мы ее проворонили, слетать на Кипр на концерт Монатика. Монатик мне нравится. Вот он что-то вышел. Вот такой, и в целом так. Но там был вариант вот этот танцпол. Мы не пойдем больше на танцпол. Вот это... Я не хочу уже тактильных ощущений с незнакомыми мне людьми. Мы вот пошли за столиком. Ну, мы не пошли, но мы бы сидели вот так за столиком. Я бы с таким видом сидел. Потому что я обычно на сцене развлекаю людей, и поэтому, когда я вижу, кто кто-то работает, а я нет, и ты такой... Потрясающе. Но Монати классный. У него все-таки шоу-программа, балет с ним ездит. Он там как бы устает, видно. Он там прыгает. Посмотрите, он там... К тяжелой, это которая вот эта вот... Вот такой вот вокалка, да. Это на грув, похоже. Это на грув? Слушайте, ну, замечательно, что мы узнали, что я, оказывается, грув могу исполнять. Да нет, ну, вы слушайте, у меня громкости и так дома хватает. Вы представляете, вот я просыпаюсь, у меня орут все. Все орут просто. Вот ты вот просто ходишь, все орут. Все просыпаются с дерьмовым настроением. Вы знали, что у детей есть характер? И он может быть дерьмовый. Я люблю своих детей, но у них, может быть, сраный характер. Вот так прямо говорю. Вот так вот, я помню, у нас, значит, есть младший. И младшего, он не любит просыпаться. Это его нелюбимое. Поэтому, если его надо будить, мы прям женой говорим, типа, иди ты. Потому что, если ты будешь, то он конкретно к тебе испытывает ненависть до конца дня. И никто не хочет быть в плохих. Поэтому мы, типа, говорим, давай ты, сходи, пожалуйста. Он меня и так весь день, типа, не особо любит. Давай ты его в этот момент разбудишь. Поэтому вряд ли после вот этого всего, я такой, сажусь в машину. Как полегче-то стало. Не, я релакс-фм. Я релакс-фм. Я вот это. Я очень люблю вот этот медленный джаз, когда... Мы в Испании были на джазовом концерте. Бля, выспался потрясающе. Они же еще импровизируют, поэтому время от времени они, ну, не стыкуются вообще. То есть у них есть вот это, пару секунд, где они ничего... Этот начал импровизировать, тот немного не понял, он такой... И они подстроились синхронно. Поэтому в этот момент... Как раз еще подмазывает. Ну и там было вот это вот. Я думаю, вот вы гашены вообще. Обычно, знаете, на пианино восхищает быстрота работы рук. А там когда начинается... Как будто, вы знаете, оно на соплях держится, и он боится. И в такие моменты всегда очень прикольно, когда, ну, тебе гасит. Это у меня с театром такая же проблема. Я первые 30 минут как бы... Я программку всегда читаю, потому что я включусь через 30 минут, мне надо знать, про что сюжет там. И когда ты выключаешься вот так вот, выключаешься, потом включаешься и ловишь такого же типа. В джазе? Да я не разбираюсь в джазе. Я вот говорю, я был на эти, вот, только был на джазовом концерте. Ну, я потом еще по молодости хотел пить вино и ходить на джазовые концерты. Ну, слушайте, вино очень долго... Короче, на джазовом концерте очень сложно много раз подходить за вином. Прямо ты в какой-то момент... А вот это вино когда... И следующий глоток через полчаса. Я... Это не мой формат. Алкогольное в смысле? Подарки? Да ничего не дарит. Я люблю дорогой коньяк. Да, кстати говоря, если вы хотите его бросить, ну, лучше передайте. Я люблю дорогой коньяк, да. Вот мне нравится дорогой коньяк. Мне прям вот такой, знаете, когда... Ну, эта бутылка не распивается за раз. С колой не мешается сто процентов. Это когда ты наливаешь себе там этот полтинник, и вот ты просто вот ходишь по собственному дому в трусах. И такой, да, сука. Дорогой, ну, 35 тысяч бутылок такой. Дорогой? Нормальный? Ну, она долго пьется. Имейте в виду. Это не из разряда за неделю мы 35 тонн. А такой, когда ты... Ну, либо что-то хорошее произошло, я такую могу отметить. Я же еще эпилепсик, мне же напиваться нельзя, вы же знаете. Или вы не знаете. Я не могу напиться, я отключусь потом. Потеря сознания будет. Вот. Поэтому это когда ты что-то хорошее произошло. Вот 100 тысяч подписчиков было на канале. И мы, соответственно, с супругой вот десятка коньяка дали. Вот. Тебя поздравляю. Она меня поздравила. Че, я ее поздравлял, и хер знает, конечно. Поэтому я забрал сразу коньяк. Когда у тебя будет 100 тысяч, тогда будешь пить коньяк за 35 тысяч. Всегда делаешь вот эту историю, когда хер знаешь, зачем она вот эта вот. Я однажды пролил, так думал, дать твою мать. Носками вытер. Все в порядке. Вот. Много-много не пью, поэтому, когда пью, предпочитаю убиться чем-то хорошим. Качественным, так сказать. Вот. Слушай, ну, брат, обязательно, я же дома. А ты дома как ходишь? Давай узнаем. Халат? Ну, двусос... Это что, есть такое? То есть, как бы трусы, вшитых в халат? Типа, ты одеваешь халат вот так? И, типа, тут есть трусы, они как бы прикреплены к халату? А как пижама и запасушка такая, как вот такая бахрома такая. Бахрома, как на шторе? Вы когда рядом со шторой стоите, вы исчезаете? Нет, а там такие атласы, такие шоколы. Что вы делаете на концерте за 700 рублей? Вы, я понимаю, про что вы говорите. Это такой наборчик, типа, сверху накидка такая, да? И, как бы, штаны в тон. А есть еще что-то под... Не думайте, такая со стразиками. Со стразиками? С чем? Со стразиками. Это, типа, стразики, это бабская, а у меня со стразями. Один такой, вот здесь, как у Железного Человека. Страсть называется. Он такой синий, хороший цвет, и вот я думаю, что он в таком нам, дорогой, ходьяк, видит, а не в трусах. А вы, вы что, мои трусы, что ли, не видели? Да я не постоянно хожу в трусах, но испытываю. Мне нравится это, а вас больше. А голым вы не ходите, когда вы один дома голым? Вот там две девчонки маленькие, я трогаю. А, у вас девочки? У меня две девчонки. А, все, понятно, да. Тут, конечно, хером не поболтаешь. У нас просто, как, ну, я вот, например... А когда вы один остаетесь? А, такого почти не бывает, там или я, или уборщик. Ну, знаете, когда один нормальный... Конечно. Я вот, когда один, я люблю голым. Я чисто использую эту возможность. Чисто, ну, знаете, ну, просто, чтобы есть... Может быть, ненадолго я могу снять? И надеть. Просто, чтобы я понимал, типа, я могу испытывать... Да, проветрить, естественно. Там же... Ну... Ну, вряд ли вы надеваете поводу... О, о, о! Вряд ли вы так делаете. А так, конечно, проветрить надо иногда, надо иногда. Почему халат, он и двухсторонний? Всегда так надо делать. Вы знали, что халат — это полотенце? Да, оказывается, халат, по факту, это полотенце. То есть, оказывается, я раньше неправильно халат использовал. Я мылся, вытирался и халат надевал. Не, конечно, сразу надел халат. Все нахер с тебя скапало. Ты вот так ногой попробовал это все под ванну загнать. И вышел, как ни в чем не бывало. На какие-то вопросы мы ответили? Нас там Эля просто ждет. Мы на все вопросы ответили? Или, может быть, еще какие-то есть вопросы? Меня звали на чемодель? Бля, постоянно. Вместо Нурлана. Конечно, тут уже такая история... Что было дальше? Что было дальше? Это такое популярное шоу на Ютюбе. Все. Да, конечно, дружище, вообще. Вообще без проблем. Если вот на этом уровне можно было помочь. Я вот обожаю, знаете, вот это из приятных моментов. И подсказать тебе туалет. Это всегда приятно. Потому что ты всегда, знаете, особенно когда человек прям, ну, типа, нужно. Они же всегда... Я был в этой ситуации, ты всегда скрываешь, что тебе нужно. Ты очень уверенно подходишь, такой, говоришь. Я прошу прощения, а вы не подскажете... Еще не с первого вопроса заезжаешь, потому что неловко говоришь. Я прошу прощения, а вот... Автобус 42-й, он здесь останавливается? Да. Хорошо. А посрать где здесь? Чтобы не шокировать человека. Надо Элли что-то... Вы помните, да, Ненорма, все подпишемся, обязательно все послушаем. Обязательно выкладывайте сториз, где вы слушаете и танцуете, или как-то подпеваете в группе Ненорма. То есть как-то продвинем контент. Да, ну, никто не сделает. Я уже пробовал. Я уже... Я на каждом выступлении предлагаю какой-то челлендс. Люди такие, мы ни хера делать не будем. Ни хера делать не будем. Ни в коем случае. Вот, Эля, значит, все у вас получится. А у вас это первая группа? Да. Ага, значит, не факт, что получится. А вы... Сколько с ними? Полгода. Полгода. Они вас верят? Больше, чем я. Больше, чем вы. У вас бывают такие диалоги, что они говорят, Эль, ну, ни хера же не получится. Вы сделаете олимпийский. Представляете, вы тренер, который говорит, мы сейчас выйдем и будем биться. А там люди говорят, тренер. Ни хера не получится. Джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи. Олимпийский еще строится? Да. Ну, все. Серьезно? В девятнадцатом году? А конкретно снесли? Да. Прямо сравняли? А как к первому сентября детей готовить теперь? А? В Лужниках? А там это была очень уз... Да, книжная ярмарка. Спасибо тебе большое. Это была узконаправленная шутка на каких-то двух людей. Да. Итак, олимпийский снесен. Вы верите не только в группу, но и в Росмосстрой. Это ж как вы подходите? Тут краны какие? Не, просто, блядь, ровно. Парковка. Почему-то начали в крокодила играть. Так же дома строятся? Олимпийские же так строятся? Ген, а есть у вас других площадок, которые можно будет собрать? Будем надеяться. Будем надеяться. Да. Где? Что? Говорит, будем подпишись. Я надеюсь, что вы так не делаете. Когда твой концертный молится, ты заходишь в гримерку, слушай, Эля, а когда на сцену-то выходить? Она там... Эля, со звуком точно все в порядке? Я надеюсь, у вас со звуком будет лучше, чем у нас. Давайте Эльвире поаплодируем. Ой, Элеонора, Элеонора, простите вам, пожалуйста. Простите, Элеонора. Правильно я говорю, Элеонора? Все, вы простите, пожалуйста. У меня страх на неправильное название именно женских имен. Вы понимаете, да? Что я иногда просто смотрю на жену и говорю, Ксения, 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 Ксения. Субтитры сделал DimaTorzok